Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, конечно же, все, что вы учащимся уже могли дать, вы им дали. Все, что они в себя вобрали, впитали и выучили, запомнили, они уже это все выучили. Поэтому остается только все эти знания, которые у них имеются, систематизировать. Да, соответственно, у нас будут определенные такие пункты, которые нам с ребятами нужно прорешать. Но прежде чем говорить про саму систематизацию, там мы с вами вспомним, когда у нас ЕГЭ по английскому языку, ЕГЭ по английскому языку в этом году устная. Устная часть 9 июня и письменная часть 13 и 18 июня. Резервный день 27 июня, как вы видите, да, то есть если считать до устной части, да, у нас меньше месяца осталось до ЕГЭ. Но так или иначе, все равно, да, мы знаем уже, что ребята все у нас уже выучили, они все прекрасно знают. Так, ко всему, я надеюсь, готовы. И что на вебинар пришли вы послушать просто, чтобы дополнительно убедиться, чтобы все это уже ребятам рассказали, а не чтобы с ними это все изучать. Что мы конкретно сейчас можем с вами сделать? В первую очередь, конечно же, это проанализировать то, как наши учащиеся выполняют варианты ЕГЭ, да, то есть насколько они хорошо решают задания. Делают ли они где-то, допускают ли они где-то ошибки. Да, потому что нам нужно все эти трудности, все их сложности, ошибки выявить и, соответственно, посмотреть. Если кто-то из учащихся, да, допускают, несколько ваших учащихся допускают одинаковые ошибки, соответственно, вы делаете вывод, что они что-то, да, у вас недопоняли, это системная будет, да, какая-то ошибка. Может быть, они неправильно используют стратегию выполнения этого задания. Может быть, наоборот, да, у учащихся все прекрасно получается, но вот западает какой-то конкретный один раздел. Да, вы тоже сможете это выяснить, когда проанализируете выполненную работу вашими учащимися. Соответственно, когда вы выясняете, что какой-то раздел или какое-то конкретное упражнение у учащихся получается хуже, чем остальные, вы можете уже целенаправленно работать с каждым учащимся, с каждой темой, которая у этого конкретного учащегося, да, не так хорошо получается, как хотелось бы. Плюс также вы выясняете все те разделы и те задания, которые у учащихся, наоборот, хорошо получаются, чтобы еще раз им рассказать, как они за счет этого могут набрать большее количество баллов на экзамене, да, потому что ЕГЭ нам здесь не самое, наверное, главное гнаться за этими 100 баллами, да, сколько набрать как можно больше баллов, учитывая свои способности, да, то есть показать максимально, насколько ты знаешь, в данном случае, иностранный язык. Также нам будет очень полезно с ребятами пройтись по памяткам, как выполнять задания, то есть повторить стратегии выполнения заданий. И чтобы, если вдруг у вас нет такой памятки, и вы просто объясняли каждый раз постоянно ребятам, что вот нужно сделать сначала это действие, потом такое это действие, и потом у нас получится правильный наш результат, то я покажу сегодня допрособие. Я надеюсь, что вы по нему тоже готовились с ребятами, тоже уже оно у вас есть, чтобы вы из него могли взять все-таки готовые стратегии, как выполнять каждое задание в письменной части ЕГЭ. И, возможно, будет такая необходимость в том, чтобы повторить какие-то отдельные грамматические явления, отдельные, да, лексические явления, например, средства логической связи, потому что с ними иногда бывают проблемы у ребят, и, соответственно, вот их тоже нужно учитывать и повторять. Это то, что конкретно можно сделать сейчас за месяц до экзамена. То есть здесь нигде не написано, что вы будете с ними что-то заново учить, да, рассказывать им все времена английского глагола или заучивать с ними все неправильные глаголы, да, весь огромный список. Нет, вы будете исключительно делать то, что можно сейчас делать по силам, то есть по силам. А с помощью чего можно систематизировать знания? Конечно же, с помощью различных пособий. Например, если мы говорим о систематизации знаний по грамматике, можно использовать пособие Кирилла Павловича Слова-Хотова, это практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ, и пособие грамматика сборник упражнений. Есть в книге, в синей книге слева, больше объяснения, то есть если вдруг ребятам что-то как раз непонятно, вам нужно, чтобы более подробно, да, это было объяснено, они могут это прочитать там. А задания дополнительные, если вам покажется, что мало заданий в этой книге, то их можно взять из второго пособия, да, из грамматики сборник упражнений. Если вдруг какие-то, наоборот, проблемы не в грамматике возникают, ребят, а в лексике, да, в словообразовании в этом разделе, то можно потренировать словообразование на трех пособиях Артема Петровича Гулова. Это словообразование с О. Генри, с Джеком Лондоном и с Оскаром Уалдом. В книгах прекрасно рассказывается все про аффиксы, есть замечательная таблица, которой можно воспользоваться в плане ее запомнить, и, соответственно, меньше будет проблем со словообразованием на ЕГЭ. Я надеюсь, что если таблицу действительно все-таки выучить и применять, то на ЕГЭ вообще никаких проблем у ребят не возникнет. И последняя книга, которая здесь представлена, это как раз книга со стратегиями, да, то есть экзаменационные стратегии в письменной части ЕГЭ. Как выполнять задания в ЕГЭ в письменной части так, чтобы они действительно были выполнены с наименьшим количеством затраты времени, сил, но при этом правильно. По итогам прошлого года ЕГЭ, да, мы можем с вами посмотреть это в методической справке на сайте FIPI, собственно, откуда как раз и взята эта диаграмма. Ребята показали лучше всего результаты по разделу аудирования. Также были очень высокие, хорошие результаты по разделу чтения. Но на удивление, да, тогда как все ждали, что хуже всего они как раз аудирование и устную часть сдадут, да, ребята хуже всего сдали письмо. То есть в прошлом году, исходя из результатов предыдущего, соответственно, года, коллеги, видимо, больше просто уделяли и ребята, да, и с репетиторами тоже. Они уделяли больше времени на подготовку как раз к аудированию, к чтению, к лексике и грамматике, то есть к тем разделам, которым всегда сложно, да, потому что либо ты что-то можешь не услышать, либо ты неправильно прочитал текст, либо ты что-то забыл по лексике и грамматике. К разделу письмо и вкусной части, да, как бы таких особых проблем не было, потому что если учащийся говорит, то он говорит, да, если учащийся может сочинять, да, то есть он развертый письменное высказывание, он сможет это все, придумать эти аргументы и написать. Если он это не может делать, да, то здесь что уже поделаешь. Но в этом году будем, я надеюсь, стараться и готовили весь год ко всему одинаково, ко всем разделам на равном уровне, ничто не выделяли, да, не готовили их только к устной части, забыв про письменную. Поэтому мы будем смотреть с вами именно по тем трудностям, которые у ребят возникают. Мы просто пройдемся по всем трудностям в каждом разделе. И я буду показывать, конечно же, книгу со стратегиями, да, как можно им объяснить, чтобы не допустить этих ошибок при выполнении заданий. И покажу вам в самом-самом конце приложение, новое приложение по подготовке к ЕГЭ, мобильное приложение для телефонов, для планшетов, которые можно использовать с ребятами. Там есть один бесплатный тест и шесть тестов платных, да, то есть и такая версия есть, и такая версия есть, так что все вам покажу. Итак, аудирование. Основные сложности в разделе аудирования – это то, что ребята либо соотносят тексты и утверждения только потому, что эти слова есть в тексте и в утверждении, и при этом они забывают о том, что верный ответ, как правило, всегда перефразируем. То есть они опираются в выборе ответа на услышанные слова, а не на понятый смысл высказывания. Самое главное – это напомнить ребятам, что мы обязательно должны понять смысл этого высказывания, которые нам даны в задании, но никак не искать только лексику, которая дается в услышанном тексте, который мы слышим, и в самом высказывании. То есть если цепляться только за сами слова, цепляться только за лексику, соответственно, это будет очень-очень сложно. И также бывает такая сложность у ребят, это то, что они начинают переживать, переживать, что у них не хватит времени, и стараются сразу же после первого прослушивания заносить ответы на бланк. И, конечно же, из-за того, что они торопятся, во-первых, и бланки они неправильно могут заполнить, и что-то портить, и плюс ко всему прочему, они не слушают второй раз, они не умеют аргументировать свой же ответ. То есть все это тоже нужно учитывать. Соответственно, как этого избежать? Что могут такого сделать ребята, чтобы все-таки им было проще? Конечно же, повторить стратегию выполнения задания. В данном случае перед вами стратегия выполнения заданий раздела аудирования. Здесь задание 1. Например, как предлагается выполнять данное задание. До прослушивания аудиозаписи нам нужно ознакомиться сначала первым шагом со всеми данными нам утверждениями. И подумать, какие-то утверждения, они объединены какой-то одной темой или нет. После этого мы работаем с каждым утверждением и в нем ищем ключевые слова. Ключевые слова мы можем как подчеркнуть, обвести, да, то есть мы работаем с этими утверждениями. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы из этих ключевых слов собрать основную мысль данного утверждения и выразить ее, эту основную мысль, уже своими словами. После того, как мы это сделали, да, мы смотрим на утверждение и пытаемся предугадать, так о чем же мы можем услышать, если вот основная мысль этого высказывания звучит именно так. В чем чаще всего ребята ошибаются? Да, чаще всего они вот здесь, да, типичные ошибки у нас выделены, это отдельное окошко, они либо подменяют понятие, да, то есть делают утверждение, когда переделывают его в свое, делают перефраз, они его уводят от темы, да, он получается off-topic. Либо смысл утверждения уже, чем смысл высказывания, либо они делают смысл утверждения шире, наоборот, чем смысл высказывания. То есть, если, допустим, у нас дается высказание «I try not to miss anything in the cinema», и мы перефразируем его как «I try not to miss any new films», то таким образом мы себе сделаем только хуже. Почему? Потому что мы будем, да, ждать, что нам будут рассказывать про просмотр новых фильмов, а речь идти будет на самом деле, возможно, именно о кинотеатрах, да, о том, что фильм смотрит в кинотеатре. Мы сосредоточимся на окном и не услышим, да, то, что нам необходимо. И мы, соответственно, не сможем правильно соотнести. Когда смысл утверждения уже, тоже здесь, да, может быть такой пример, как «Film stars are very famous and influential», а мы перефразируем как «Film stars are very popular». В таком случае в тексте речь будет идти, как и написано, о влиянии кинозвезд, а мы будем ждать информацию только об их популярности, потому что мы слишком сузили. Про off-topic здесь тоже очень хороший пример. Это «Acting is not as easy as it appears», а перефраз дается как «Being a theatre actor is a difficult job». Соответственно, мы будем ждать про то, как тяжела работа артиста, как они много, не знаю, репетируют и мало, допустим, зарабатывают, у них часто и гастроли, допустим. На самом деле речь будет идти в принципе про «acting», да, про то, что это не так-то просто, да, и в данном случае про «acting» можно понимать многое, да, разные, разнопланово, да, рассмотреть это понятие, но не только с точки зрения того, что вот «theatre actor», да, не только. Но поэтому не стоит так делать, соответственно, с ребятами нужно потренироваться, дать им утверждение, дать несколько интерпретаций, как здесь дается в упражнении номер 4, и попросить ребят как раз-таки выбрать, какое из этих утверждений «to general» – интерпретация, да, какое «to specific», а какое «of topic», то есть они просто отмечают здесь в данном случае в табличке галочкой какое из утверждений к данному нам «I think it should be alright», либо «шире исходного смысла», «уже исходного смысла» или «не относится к теме». Соответственно, во время первого прослушивания мы слушаем и пытаемся услышать в тексте то, что позволит нам соотнести текст высказывания каждого говорящего с одним из исходных утверждений. Здесь, благодаря тому, что мы умеем, наверное, те, что ребята умеют работать с ключевыми словами, ключевыми идеями, у них не возникнет все-таки таких сложностей, они не будут ни подменять понятия, ни как-то неправильно перефразировать и так далее. Соответственно, такое итоговое задание, здесь это пятое упражнение к нашей стратегии, к нашему шаблону выполнения задания. Мы заполняем таблицу. В таблице у нас несколько колонок. Это, конечно же, говорящие, ключевые слова к каждому спикеру предлагается написать, номер утверждения, как мы считаем, тот, что относится именно к этому спикеру, и почему «да» или «нет», почему мы решили, что именно это утверждение относится к этому спикеру. То есть несложно, но благодаря этой колонке с аргументацией, то есть мы подтверждаем себе же, успокаиваем себя же, что мы правильно все выбрали, что мы абсолютно правильно решили это задание. Это очень важно, это нам помогает. Соответственно, конечно же, будет меньше ошибок, если ребята выполняют задание по такой инструкции, потому что она очень компактная, понятная, и с примерами и даже с заданиями на каждый шаг этой инструкции. Очень удобно так вот работать. Второе задание, допустим, тоже очень хорошо здесь рассказывается. Мы на аудировании чуть подробнее посмотрим, а на всех на чтении и на остальных разделах будем все-таки не так подробно смотреть на инструкции, потому что, как я уже сказала, вы это все с ребятами, конечно же, выучили. Я сегодня только сама систематизирую все вместе, вместе с вами. Второе задание. Алгоритм, он весь представлен вот здесь, на одной страничке. То есть настолько можно просто в три шага выполнить задание на true, false, not stated в аудировании. Посмотреть лучше это все на самих упражнениях. Все эти три шага. Первый шаг. Мы смотрим на все данные нам утверждения, и в каждом утверждении находим те части утверждения, которые можно поставить под сомнение, и задаем к ним разделительные вопросы. То есть у нас здесь первое предложение. Max, spot a ticket especially for Andrew. И мы должны поставить под сомнение, точно ли это был Максим, точно ли он билет купил, потому что он его выиграл, и действительно ли он его покупал специально для Андрея. То есть вот эти три ключевых здесь части можно подставить под сомнение. Соответственно, где-то здесь кроется, что в итоге это будет либо true, либо false, либо not stated. Так мы делаем с каждым утверждением. Поработали с каждым утверждением, и пытаемся составить общее впечатление, что это за текст. Что мы слушали, ну, скорее всего, услышим о походе на стадион, на футбольный матч, что там есть некий Максим, который купил или как-то достал билет для некого Андрея. Что во втором предложении там рассказывается, что некие две девочки, есть Хлоя и Таня, они тоже идут на этот матч, но мы не уверены, что именно Хлоя пригласила Таню. Может быть, все было по-другому, а может быть, это вообще неправда, и никакие девочки не идут на этот футбольный матч. То есть мы подготовились к тому, чтобы слушать, соответственно, сам текст. И когда мы слышим нашу аудиозапись, мы узнаем, что Мы понимаем, что здесь в этом и крылся подвох. Как раз в том месте, где мы его ожидали. Там мы ожидали, что, скорее всего, да, это может казаться, что не Максим купил билеты, нет, Максим действительно, да, вместе с друзьями покупал билеты, да, ну, не лично, допустим, он, да, а они покупали билеты. И что билеты они, вот тот билет для Андрея они не покупали специально, билет он достался по акции, да еще и Андрей как бы не увлекается спортом, да, то есть они просто ему решили этот лишний билет отдать. То есть довольно быстро получается при такой небольшой подготовительной работе быстро получается все-таки задание выполнить. И главное, что никаких лишних шагов, ты ни на что лишнее не распространяешься, не распыляешься, да, как говорят, и можешь задание это выполнить более качественно и, значит, правильно, с меньшим наличием ошибок. Точно такие же инструкции задаются с третьего по девятое задание в аудировании, например, в чтении, в лексике, в грамматике и в остальных разделах тоже. И очень замечательно, что к каждому шагу есть свое упражнение, которое можно выполнить. То есть вы видите, что эти упражнения даются не в формате ЕГЭ, они даются как тренировочные к самому заданию в формате ЕГЭ. Чтение. На чтение у нас задание номер 10 – это установление соответствия между заголовками и текстами. И чаще всего здесь как раз возникают такие проблемы, как то, что ребята не выделяют ключевые слова, а работают просто с лексикой данных в заголовке и лексикой, которую они, как правило, видят либо в первом и втором предложении, либо в последнем предложении. То есть то, что бросается им ярко в глаза. И из-за этого они очень часто могут ошибаться, случайно как раз-таки выбирать дистрактор, который нам мешает, как раз лишний заголовок. Именно потому, что на этом все и построено. Ребята ведь пытаются подловить, что они не читают текст, не пытаются выделить здесь ключевые слова, не пытаются понять суть текста. И это их как раз иногда и путает. Соответственно, нам нужно посмотреть, что они точно понимают, как выделять ключевые слова, что они не распыляются на незнакомые слова. Если они что-то не поняли, они просто пропускают эти слова и пытаются все равно собрать общую мысль данного небольшого текста. Что они опираются на весь смысл текста, а не только на те 2, 3, 4 слова, которые они увидели в первой строке. И что они все-таки помнят про языковую догадку. То есть додумать все-таки до конца, даже по первым двум предложениям, особенно, когда уже последние, да, остаются несколько заголовков, это хорошо, но не всегда полезно, да, то есть можно ошибиться. Поэтому лучше найти ключевые слова, точно посмотреть, что эти ключевые слова относятся конкретно к этому заголовку, и больше ни к одному они не подходят. Это нам важно. Можно, конечно же, тренироваться на книге экзаменационной стратегии. Очень замечательные, там есть упражнения, например, мне очень нравится упражнение номер 2 здесь. Смотрите, даются два столбика. Мы смотрим на столбики построчно. Строчки пронумерованы. Первая строка. Предлагается к сравнению два заголовка. Один у нас Childish Behavior, и заголовок под буквой B, Dangerous Behavior. Что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно определить, чем они отличаются. Мы понимаем, что Childish Behavior – детское поведение, Dangerous Behavior – это опасное поведение, то есть когда человек ведет себя опасно по отношению к чему-либо. А нам нужно придумать, мы еще не видели текстов, о чем могут быть тексты с такими заголовками. Допустим, Childish Behavior – это может быть текст о взрослом человеке, скажем, который работает в описе, и, допустим, ябельничает постоянно на коллегах. Получается, что этот человек ведет себя как-то по-детски, обычно дети ябельничают, а здесь взрослый человек. Вот он и вам будет Childish Behavior. К Dangerous Behavior наш текст, который мы сочинили, никак не подойдет. Зато про Dangerous Behavior мы могли бы, например, читать текст следующего содержания, где рассказывается о человеке, который не соблюдает правила дорожного движения, вводит машину и ставит под угрозу свою жизнь, окружающих, всех, кто находится на дороге. То есть это Dangerous Behavior. Конечно же, мы понимаем, что в данном случае, когда мы понимаем, о чем идет речь, когда мы знаем, когда мы сами придумали это содержание текста, мы видим, что мы не можем перепутать эти заголовки и поменять их местами. Но когда у ребят есть варианты выбора, и заголовков сразу же дается 8, то как раз вот эта проблема возникает, потому что они не думают, о чем может быть текст под таким заголовком. А все-таки нужно это с ними немножечко постараться разобирать. И как раз, я думаю, что за чуть меньше, чем уже месяц до экзамена, все-таки можно с ними уже заняться такими тонкостями. Хорошо, когда они, да, читают, да, они знают грамматику, знают лексику. Ну, вот, поработать с ключевыми словами, научить их работать с заголовками, они на этом у вас наберут больше баллов, возможно, потому что не ошибутся. Здесь еще хорошее есть третья, допустим, строка a road incident, a travel incident предлагается нам к сравнению. Мы сразу же можем, да, попросить ребят привести пример, они нам точно скажут, что a road incident это именно, да, какое-то дорожное такое происшествие, может быть, колесо у машины спустило, а a travel incident может быть все, что угодно, что произошло у нас во время путешествия, ну, скажем, человек где-нибудь забыл паспорт, у него украли паспорт. Это будет travel incident. И это точно не одинаковые события, которые, да, у нас просто под разными заголовками пойдут. Это абсолютно два разных события. Они действительно будут под разными идти заголовками. Это что касается самих заголовков, чтобы их не путать, да, чтобы все 8 заголовков можно было проработать. Когда у ребят уже хорошо получается работать с заголовками, мы просим поработать с ключевыми словами. Здесь в данном упражнении уже стоит текст рядом с заголовком, да, то есть ничего не нужно подбирать, но в тексте не выделены ключевые слова. То есть непонятно, почему именно этот заголовок стоит с этим текстом. Нужно попросить ребят выделить ключевые слова. Далее, само основное уже такое упражнение, где мы уже и работаем с заголовками, и работаем с ключевыми словами. Нам дается 8 заголовков, нам даются тексты в таблице. Наша задача сначала в тексте выделить ключевые слова, как мы работали, да, с упражнением номер 3, и затем подобрать по ключевым словам заголовок. В первом же тексте, который здесь дается нам как пример, мы видим, что в первом предложении есть слово hard, да, И у нас в одном из заголовков есть слово hardly. Ребята, которые не стали бы читать текст, не стали бы даже вглядываться в него, допустили бы ошибку, однозначно, они бы выбрали просто по одному схожему слову. В первом предложении не просто так, здесь есть слово hardly, и в заголовок есть, в тексте есть hard, а в заголовке hard. Это чтобы как раз ребят сбить с толку. Но они же у нас правильно сделают, они найдут ключевые слова во всем тексте, здесь, например, они уже выделены в качестве примера, и по ключевым словам видно, что речь идет не о won't welcome, ни в коем случае не о правах животных, ни о миссии, которая невыполнима, ни в коем случае здесь подходит только difficult job. Соответственно, этот заголовок здесь как раз и показан. Дальше ребята работают сами и в таком тренировочном упражнении прорабатывают все с ручкой, то есть они выделяют, ключевые слова подчеркивают, объясняют себе вслух, почему именно этот заголовок тогда будет к этим ключевым словам подходить, потому что текст о том-то и о том-то. То есть вот так можно работать с этим заданием. С 11 заданием также тоже дается инструкция, как выполняется задание, как можно потренироваться, конечно же, это очень важно, что есть тоже задание, где можно фрагменты подбирать, рассказывается, как подбирать фрагменты. С 12 по 18 задание, что делать до во время чтения текста. Раздел грамматика и лексика. Это что касается этого чтения. В грамматике и лексике тоже возникает, конечно же, ряд иногда сложностей у ребят, и как правило, они связаны как раз с какими-то отдельными грамматическими явлениями и с отдельными, опять же, лексическими явлениями. Что касается грамматики, то по прошлому году, если посмотреть, у ребят были проблемы с использованием форм простого прошедшего времени неправильных глаголов, то есть по таблице неправильных глаголов стоит все-таки пройтись и даже не просто ее посмотреть, а еще правописать, как они неправильно пишутся, то есть с точки зрения правописания посмотреть неправильные глаголы. Далее были ошибки у ребят в степени сравнения прилагательных и наречий, сравнительный и превосходный, опять же, здесь тоже и нужно посмотреть, как это правильно пишется, как правильно нужно добавлять окончание, либо, да, соответственно, the most, притяжательные местоимения и страдательный залог, потому что ребята очень часто путают active и passive voice и из-за этого неправильно выполняют задания. Да, здесь, конечно, им нужно на это обратить внимание. Плюс фразовые глаголы, я не говорю, что их за месяц можно выучить, но повторить те, что ребята уже изучали, да, просто держать их перед глазами и наряду с неправильными глаголами еще смотреть и, допустим, да, повторять хотя бы раз в день фразовые глаголы. Также у ребят возникали сложности в понимании частей речи, то есть в какой, в какую часть речи нужно преобразовать слово данное нам на полях, да, им это бывает очень сложно, именно поэтому мы, я думаю, вы тоже с этим сталкивались, неоднократно видите слова, которых вообще не существует, в котором нельзя добавить такой аффикс и нельзя изобразить здесь из этого слова, да, но ребят так иначе все равно что-нибудь для этого сочинят и придумают. Почему это происходит? Потому что они не читают, что у них получилось в итоге, когда они все слова преобразовали, то есть они не смотрят на контекст, потому что иногда даже когда ты ошибаешься, ты подставляешь слово в пропуск, читаешь то, что у тебя получилось, и ты понимаешь, что не звучит, так не говорят, да, то есть в этом контексте скорее всего это слово так не употребляется, и в таком случае это, конечно же, спасет, потому что ты тут же переделаешь на правильный вариант и получишь свои высокие баллы. И, конечно же, ошибки в прописании, ну, с ошибками в прописании бороться за месяц до экзамена, наверное, сложно, но все-таки стоит обратить внимание, ребят, чтобы они проверяли, как они пишут слова, да, особенно когда они делают от слова производную, чтобы они смотрели по правописанию. Как выполняются задания, можно посмотреть в книге со стратегиями, да, то есть весь алгоритм здесь, конечно же, описан, да, что, зачем нужно сделать, как не ошибиться. Часто ребята в стрессовой ситуации, а экзамен – это стресс, они забывают, что задания с 26-го по 31-е это задания на лексику, да, а предыдущие, соответственно, с 19-го по 25-е задания на грамматику. Да, здесь и грамматически, и лексически надо, чтобы слова соответствовали пропуску, а с 19-го по 25-е написано, да, чтобы они у нас грамматически соответствовали пропуску. Вот ребята умудряются даже в предыдущих, да, заданиях, которые только на грамматическое соответствие, видоизменять слово еще и лексически, еще до такой степени, что оно никак не подходит в данный пропуск. Так невозможно это даже произнести. Поэтому нужно ребятам говорить, чтобы они успокоились, внимательно еще раз посмотрели на задания, чтобы они не перепутали, что конкретно здесь нужно сделать, и уже действовали по заданию. Потренировать их можно, опять же, на книге «Экзаменационные стратегии». Здесь есть и сам алгоритм описанной, как выполнять, и плюс напоминают о том, что также может использоваться конверсия в словообразовании. Но что же можно использовать еще, помимо книги со стратегиями, это то, что я вам говорила, книгу по грамматике. Я только ее называла, но не показывала из нее странички. Вот, например, здесь нужно выбрать правильный вариант ответа. То есть они должны в данном случае выбрать правильный вариант из предложенных. И в практической грамматике для ОГЭ и ЕГЭ мы тоже можем найти рейти «lexical and grammar traps». Соответственно, в каждом таком trap написано либо, допустим, про устойчивые какие-то выражения. Здесь в данном случае очень-таки часто употребляемые словосочетания употребляются, презентуются нам, да, что ходить в школу, например, это будет «to be at school» или «to go to school», оканчивать школу, «to leave» или «to finish school», а вот оканчивать университет, например, это «to graduate from the university», да, чтобы ребята не путали, да, в данном случае. Что мы видим в качестве практики, да, «practice»? Нам нужно перевести предложение. Здесь не такое, не так много практического, на чем можно потренироваться, да, поэтому я и говорила, что еще дополнительные книги с грамматикой. Но что касается вот именно lexical and grammar traps, пяти таких предложений нам хватит, чтобы потренировать утверждения, высказания, которые даны нам выше, да. Есть здесь, допустим, и о словах, которые имеют разное значение, но похожие слова, да, допустим, historic, historical, да, economic, economical. Тоже у нас на них есть practice, шесть предложений на перевод. Вот, чтобы ребята не путали слова work и job, да, тоже рассказывается, в чем между ними разница. On time, in time for, да, last noun, to do, to make, то есть все это дается, конечно же, с небольшим, дальше practice, то есть выучили, запомнили, что-то нужно просто заучить, как здесь дается, да, такой высказательный знак mind. И ряд конструкций, как to do homework, to do one's hair, to do the shopping, to make mistakes, да, что будет to do, что будет to make, что-то просто нужно заучить. Соответственно, да, можно использовать. И я говорила про книги Артема Петровича Гулова, но не показывала, опять же, что внутри, да, если вы еще книги не смотрели, если ни разу не держали в руках, то вам точно понравится. Здесь замечательная таблица с аффиксами, которую вы можете использовать для того, чтобы ребята ее выучили и использовали уже на экзамене, да, то есть есть все аффиксы к существительным, к глаголам, к прилагательным, к наречиям, да, отрицательные префиксы, то есть мы можем все это изучить. Вот, и на базе этого уже ребята будут совершенно спокойно это все использовать в словообразовании в самом ЕГЭ. Автор пишет, что здесь все аффиксы, которые могут потребоваться для успешного выполнения заданий на словообразовании. Плюс к самой такой, да, небольшой, кажется, табличке дается таблица со значением этого аффикса и как его в примере, как он уже употреблен на примере на слове. Далее, да, здесь, конечно же, есть еще и тренировочные задания, да, так как книг три, то они, соответственно, каждая книга на рассказах определенного автора, это либо Генри, либо Оскол Уайлд, да, то есть все это можно тоже и почитать, это интересно, в художественной литературе все-таки, да, и не просто тренировочное какое-то упражнение, московский керемель, допустим, да. Нет, здесь интересно, но по формату абсолютно, да, то, что ребята должны делать на экзамене. Либо может быть вот такого типа плана задания, да, и мы должны тоже это все с ребятами прорешать и сделать. И здесь замечательно есть глоссарий. В глоссарии не просто предлагается перевести слово-перевод, да, когда ты иногда даже не понимаешь, какую-то часть речи сейчас переводишь. Нет, здесь нужно paying attention, да, to the part of speech, перевести данные слова на русский язык, да, циквиваленты, как здесь написано. Все аффиксы при этом в словах выделены полужирным шрифтом, чтобы у ребят еще раз, да, визуально было отпечатывать, как к этим словам, какие к этим словам есть производные, да, чтобы тоже они готовились к тому, что на экзамене могут и эти слова тоже встретиться. Да, то есть автор их тоже сюда включал не просто так, а они действительно часто встречаются. Когда уже мы всю грамматическую лексику тренировали, все стратегии мы повторили, мы все знаем, то мы можем, конечно же, потренироваться на книге с тестами, да, допустим, это книга Елены Николаевны Солововой, вот писали уже раньше, в самом начале вебинара в чате, что нравится книга Елены Николаевны, действительно, вот можно по ней порешать, поготовить ребят тоже. Главное все это делать, да, не за два дня до самого экзамена, потому что за два дня до экзамена вы уже ничего лучше не сделаете, да, главное не сделать хуже. Тридцать девятое и сороковое задание, да, здесь у нас никаких изменений не было, поэтому я надеюсь, что в этом году ребята письмо все-таки, да, раздел письмо выполнят лучше, чем в прошлом году. Что из таких основных типичных трудностей здесь, да, типичных сложностей, это само оформление письма, потому что очень часто они забывают в стрессовой ситуации, как даже адрес правильно написать. Это средства логической связи, которые можно употребить в личном письме. Почему здесь это перечислено? Потому что и в справке, которую Марина Левина Вербицкая выкладывала на ФИПИ, сказано, что ребята иногда могут использовать, и это, естественно, считается ошибкой, они используют средства логической связи для деловой переписки, а не для личного письма, да, то есть они не очень верно связуют предложение между собой. По организации текста бывают, конечно же, недочеты, когда ребята не забыли выделить где-то абзац, да, либо что касается вопросов, да, то есть не на все ответили, либо ответили не на тот вопрос, который задавался, то есть это тоже будет, конечно же, такой довольно типичной, да, ошибкой. А в этом году, да, и опять нужно, ребята, обратить внимание на четкое указание на предыдущие контакты, то есть не thank you for your letter, а thank you for your previous letters. Да, нужно обязательно сказать, что предполагается, что с этим человеком переписка шла не один раз, да, не один раз он послал письмо, и наш учащийся ему отвечает. Они, в принципе, считаются, как будто, да, переписывались, поэтому должны быть previous letters во множественном числе. И, конечно, пунктуация, но с пунктуацией, я думаю, у ребят проблем не будет, это уже довольно избито, но напомнить стоит, да, где нужно ставить правильные запятые, например, после обращения. Если вдруг какие-то у ребят вопросы по тому, на что, да, нужно обращать больше внимания, например, то, что вопросы должны соответствовать именно тексту инструкции, а не тексту письма, да, если вдруг они запомнить не могут, то открывайте книгу со стратегиями, здесь вот с огромными, большими буквами все это написано. Написано, что нужно не забыть, да, посчитать количество слов, что нужно правильно поработать с бланком ответа, как с ним работать, как его заполнять, как писать само письмо, да, что нужно упомянуть еще о дальнейших контактах, завершающую фразу, да, что мы свое имя пишем вымышленное, да, допустим, и проверяем свой ответ по объему, по наличию формальных компонентов личного письма и наличию всех содержательных компонентов задания, да, то есть чтобы у нас все было верно. В сороковом задании, на развернутом высказывании, в высказывании ваше мнение, что мы делаем. Нам важно, в первую очередь, да, в вступлении сформулировать проблему, а не повторить ее из задания, потому что очень часто ребята хватают за то, что у них все полный lack of words, и они переписывают просто из задания, опять же, заново, да, это во вступление, эту проблему. Ее нужно не просто переписать, а все-таки сформулировать своим словами. Следующим абзацем мы формулируем свое мнение и приводим 2-3 аргумента в защиту своего мнения. И наше мнение, как раз, да, вот его нужно запомнить, какого мнения вы придерживаетесь. Аргументы, которые приводятся к этому мнению, конечно же, должны соответствовать заявленному мнению, а не быть против него или вообще уйти off topic. Они должны быть четко к тому мнению, которое вы выдвинули. Далее мы формулируем противоположную точку зрения. Приводим 1-2 аргумента в поддержку этой противоположной точки зрения. Но, что очень важно, нам не нужно повторять аргументацию при высказывании своего и чужого мнения. То есть это излишне. Мы объясняем, что эти аргументы нас не убеждают. У нас ведь есть своя позиция. Мы формулируем свое мнение, поэтому еще раз, но другими словами. И в этом случае как раз наша позиция должна совпадать во втором абзаце и в выводе. И все развернутое высказывание, весь этот текст мы пишем по плану. То есть при написании работы важно следовать плану. Ребятам нужно напомнить, как раз сейчас, когда уже взвод экзамен, что нельзя использовать риторические вопросы, нельзя использовать короткие формы, let's, нельзя написать, нужно написать let us, не he is, а he is, или he has, и так далее. Что в заключении чужое мнение повторять не обязательно. Если есть повтор, то оно не должно превалировать над собственным мнением. То есть все-таки это высказывание мнения. Мы о контраргументе, то есть, что есть еще другое мнение, просто упоминаем. Цель высказывания – это обосновать собственную правоту, а не показать, что все мнения одинаково важны. Так что здесь тежливость, да, это, конечно, важно, но не переусердствовать с нее нужно. И когда мы заполняем бланк, то мы используем для ответа только первую сторону бланка. По неверному употреблению слов «связок». Ребята иногда, во-первых, просто забывают слова «связки», им очень тяжело объединить предложения в единый текст, например, в устной части, в письменной части, в письме. Они в личном письме используют очень сложные связки, которые, скорее всего, будут в деловом письме, допустим, работника к начальнику, но никак не в личной переписке двух друзей. Что можно сделать? Можно слова-связки и трестологические связи записать на карточки, допустим, квизлы, да, в приложении я о нем как-то рассказывала на вебинаре, коллеги говорят, что его используют довольно часто. Вы создаете карточки с этими сложными словами, со сложными случаями. Также могут быть карточки, например, у вас там и с фразовыми глаголами, если с фразовыми глаголами у ребят какие-то проблемы для раздела лексика, грамматика, тоже можно их квизлы самим создать, особенно с теми, где они чаще ошибаются, и они у вас могут эти карточки переворачивать и заучивать в различных режимах, которые квизлы предлагают. Мы таким образом точно будем с вами уверены в том, что ребята запомнили перевод всех нужных нам стоп-связок и правильно их будут употреблять в развернутом письменном высказывании или в устной части, да, то есть при, допустим, описании картинок. Что касается самой стратегии, да, нам мы тоже можем стратегию, как писать развернутое письменное высказывание, посмотреть в книге дезинфицированной стратегии и для письменной части. Здесь подробно рассказывается, как выдан аргумент, контраргумент и так далее, как высказать свое мнение, как не переписать просто задание. Здесь вот, пожалуйста, даже введение в восьмом пункте дается с примером, как отличить введение от задания, как это переделать, как писать каждый абзац, как выдвигать аргументы, пожалуйста, здесь тренировочные упражнения дают различные темы, и нужно выразить свое отношение к каждой теме. Согласен, не согласен. Когда с чем ты согласился, не согласился, после этого у нас будет задание, где нужно подобрать три аргумента в поддержку высказываний, да, даются высказывания, даются окошки, куда нужно писать аргументы. Это что касается письменного раздела, письменной части. В устной части у нас практически ничего не поменялось, у нас общее время на выполнение 15 минут, это все компьютеризировано, чтение и вслух, задаем 5 вопросов прямых, описываем картинку, одну из трех на выбор, и сравниваем две картинки. Внимание сейчас ребят нужно еще раз обратить на то, чтобы они правильно читали даты, цифры и делили фразы на синтагмы для того, чтобы читать с правильной интонацией. Опять же, если они вдруг ошибаются, они должны об этом знать, что они должны сделать небольшую паузу и правильно прочитать слово заново, то есть финальный вариант будет им засчитываться. Потренироваться можно при чтении текстов, по-другому здесь уже никак за последние оставшиеся недели не потренируешься, только читать, читать и читать вслух. Это полезно. Второе задание. Здесь сложность только в том, чтобы ребята не путались и не задавали косвенные вопросы. Вопросы должны быть только прямые. У нас 5 ключевых таких направлений, о которых нам нужно спросить прямыми вопросами. Допустим, здесь это «Location», «Accommodation», «Fishing», «Price for a week for one» и «Group discounts». «Enjoy a quiet holiday by the lake». Написано у нас в рекламном, над рекламным плакатиком. Вот что нам нужно выяснить, у нас перечислено. Это не какой-то неполный телефонный разговор, это не диалог с кем-то. Мы просто задаем 5 отдельных прямых вопросов. То есть это неполноценное такое прям высказывание. За каждый правильно сформулированный и заданный прямой вопрос ребята получат по одному баллу. Ошибки в артиклях и предлогах не учитываются только в том случае, если они не меняют смысл высказывания. Если смысл высказывания будет меняться, то, соответственно, учитываются. Рекламки везде разные. В тренировочных тестах у Елены Николаевны Славовой можно, например, вот такую рекламку найти. У Рыслава Петровича тоже будут, соответственно, свои какие-то рекламки, но и свои пункты, которые нужно спросить. Часто коллеги говорят, а вот как быть, если вдруг попадается, что ко всем пяти пунктам можно начать вопрос с what. Редко когда такое попадается, потому что либо how much что-нибудь где-нибудь будет вопрос, либо where что-нибудь я, вот как location, вы же не спросите с what, не начнете здесь вопрос. Даже если у вас все остальные вопросы будут начинаться с одного и того же слова, ничего страшного. Этого нигде не написано, что так нельзя. Главное, чтобы вопросы были прямые. Третье задание. Это задание написания картинки, строго по плану, 12-15 предложений. Начинаем мы с I've chosen photo number и называем номер фотографии. На компьютере, естественно, ребята выбирают конкретно, кликают нужную фотографию, чтобы начать запись. Всю устную часть можно потренировать в симуляторе, например, в интернете. Так что если вдруг вы с ребятами еще не решали, порешайте через симулятор. Очень будет полезно, потому что устная часть в этом году уже 9 июня. При описании картинки. Мы эту картинку презентуем нашему другу, мы ее показываем другу. Соответственно, это должно быть полноценным высказыванием. В высказывании должно быть вступление, например, Look, I know that you like all buildings, so I want to show you this photo. И, соответственно, заключение, где мы подводим итог, что, да, я надеюсь, фотография тебе понравилась. I hope you like this photo. При описании, да, то есть все, что дается внутри, по два, по три предложения на каждый пункт плана, в описании мы даем, и получается у нас нужный объем и связанный текст. Да, главное, чтобы между собой эти пункты тоже как-то были связаны, да, потому что мы должны говорить связанно. В четвертом задании. Задание похоже на задание 3, только мы ничего не можем выбрать, и две картинки, которые нам даются, мы должны сравнить. Здесь в примере, в домоверсии, это фотография, где указано, чем можно заниматься в свободное время. Можно по полю бегать с такими прекрасными шариками, да, можно, допустим, снеговика зимой лепить, да, то есть что в разное время года можно заниматься разными вещами. И поэтому, если мы обратим внимание здесь на предпоследний пункт в плане, у нас здесь нужно сказать Say which of the seasons presented in the pictures you preferred as a child. Да, у нас, вы, думаю, уже знаете, да, с 2018 года вариативность в этом задании, потому что можно, где-то попадется you'd prefer, где-то будут activities presented in the pictures you prefer, а где-то, вот как в примере, который я вам показала, you preferred as a child. Да, то есть как в домоверсии. То есть вот такая вариативность возможна. Да, ребята также соблюдают план, также должен быть связанный текст, здесь должно быть вступление, должно быть заключение. Но вступление, так как мы сравниваем картинки, можно сказать I'm going to compare two photos и сказать что-то конкретное более по этим фотографиям, что их, допустим, объединяет. Что, как здесь, допустим, на обеих фотографиях присутствует девочка, маленькая девочка. Или на обеих фотографиях, если по не таким мелким, сравниваем на обеих фотографиях, указаны, чем можно заниматься в свободное время. Допустим, во время каникул, зимних и летних. В заключении мы подводим итог, либо говорим to sum up, либо to conclude, и, соответственно, завершаем наше высказание. Когда уже мы тренируемся, мы можем использовать как пособие, здесь картинки у Елены Николаевны Славовой в книге, внутри книги черно-белые, но на обложке, если мы книгу перевернем, мы увидим, что эти картинки даются в цветном виде. То есть тоже их сравнивать удобно. Либо использовать книгу Руслана Петровича Миниру, здесь картинки черно-белые, но они четко понятные. То есть понятно, что происходит на этой картинке для того, чтобы сравнивать. То есть это нам не мешает. Что еще можно успеть сделать? Можно с ребятами успеть порешать тесты через мобильное приложение. Мы такое мобильное приложение запустили вчера в продажу. В бесплатном приложении один полный тест, в платном приложении шесть тестов. Что в нем есть? Ученик у нас выйдет, какие из его ответов правильные, какие ответы неправильные. Результаты не сохраняются. То есть тест можно заходить и заходить в него заново и выполнять. То есть нигде не отобразится, что вы его уже выполняли. Если поэтому вы прорешали с первого по шестой тест, вы помните, что во втором, допустим, тесте в каком-то определенном задании учащийся сделал много ошибок, вы можете просто попросить его заново это задание включить и заново решить. То есть заново прочитать текст, заново найти ключевые слова, допустим, и правильно подобрать, скажем, заголовки. Текст личного письма можно отправить через мессенджер или по электронной почте. Там очень много разных способов отправки. То есть ВКонтакте можно отправить, и, по-моему, через почту, да, можно отправить и куда-то на диск загрузить на Google Drive, да, допустим. На устной части тоже аудио записывается и можно также поделить, то есть отправить педагогу на проверку. Ссылка на приложение здесь на слайде есть. Я думаю, что в чате сейчас мне коллеги помогут и в чате ссылочку на приложение, на бесплатное и на платное приложение дадут. Буду очень благодарна. А мы с вами пока посмотрим, да, вот так можно приложение в принципе найти и довольно быстро самим. Оно пока в Google Play есть, но уже на iOS оно тоже будет, я не знаю, сегодня или завтра, но точно оно будет. в Google Play вы можете в поиске просто ввести словово и ЕГЭ, да, два слова, и у вас выскочат сразу же все нужные приложения, бесплатное выскочит и платное. Вот так вот для страничка, когда вы открываете платное приложение, 129 рублей оно здесь стоит. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Как раз, да, вот ссылочка нам нужная высветилась. Давайте мы с вами посмотрим, я сейчас посмотрю, включится ли. Надеюсь, что включится. Посмотрим видео захват с этого приложения, как, что включается. Игорь Михайлович. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тот вариант, где провешивалось, в аудировании спикер с высказыванием соотносились. Там он был наобум, поэтому нигде не угадали. Все красно возведилось, соответственно, везде были ошибки. Да, то есть вот так вы можете с ребятами порешать, и, соответственно, все это будет у них работать и включаться. У кого видео не включилось и ничего не было, странно, потому что все прорешалось, у меня все включилось, очень жалко. То есть все это время у вас была просто презентация, да? Или у кого-то все-таки что-нибудь воспроизвелось. А вот у коллег видео было, значит, у вас просто не включилось, коллеги. Все время шла загрузка, жалко. Коллеги, посмотрите, скачайте одно бесплатное приложение, вот сейчас админ дал ссылку, зайдите в Google Play, да, те, у кого устройство на Android, да, планшет ли это, телефон ли это, не важно. И на планшете можно, и на телефоне можно. Смотрите, вот там ссылочка, так что бесплатная, вы можете установить его себе, да, у вас будет один тест, но вы увидите, как оно все работает, да, чем я вам на приложении показываю, на видеозаписи показываю, да, вы лучше сами это все в приложении полистайте и будете кликать, да, на все задания. Прорешайте, вам это будет уже более понятно. Вот слева здесь на картинке, это как представлено приложение на мобильном телефоне, да, то есть вы видите, здесь нужно будет скроллинг вверх сделать, да, потому что не уместилось, да, все. На планшете экран больше, поэтому сразу же все разделы высвечиваются, даже там еще место остается, да, вы выбираете нужное задание, кликаете на него, открывается само задание, есть задание, есть к нему аудиозапись. Аудиозапись можно прослушать, пролистать ее, да, куда-то переставить на нужное место, можно просто, честно, ее абсолютно с начала до конца слушать, да, как и положено. А когда вы правильно выполняете, то, что ребята правильно ответят, будет красным цветом высвечиваться, правильно зеленым, неправильно красным. Да, то есть здесь все, я думаю, вполне понятно. Все пособия, да, которые я сегодня показывала, здесь сейчас представлены на слайде. Так что пособия можно все посмотреть в нашем интернет-магазине. А последнее, что хотела сказать, это по борьбе со стрессом. Нужно ребятам напомнить, что ЕГЭ, это, конечно, очень важно, это поступление в ВУЗ, но это все-таки только такой один шаг на жизненном пути, большом и длинном, надеемся. Что нужно не пытаться повторять и учить что-то за один-два дня до экзамена, потому что мозг с этим все равно не справится, и это будет только лишним, потому что ребята не выспятся, да, и на экзамене им так будет хуже. Поэтому перед экзаменом обязательно нужно выспаться. Если на экзамене хватило паника, нужно подышать медленнее, размеренно, да, чтобы прийти в себя. И при необходимости они могут брать на пункт проведения экзамена еду. Здесь поможет, конечно же, шоколадка, потому что, да, для того, чтобы все-таки сахар, лучше горькую шоколадку, конечно же, да, чтобы был именно какао-бобы. Это помогает работе мозга. Что еще вам могу хорошего рассказать? Это то, что у нас в группе ВКонтакте сейчас проходит конкурс, конкурс репостов. Все, что нужно сделать для того, чтобы выиграть мобильный тренажер, а у нас разыгрывается пять мобильных тренажеров, да, пять кодов для установки, бесплатно абсолютно. Мы 21 числа в понедельник их разыграем, и 21 числа же в понедельник эти коды будут разосланы. Да, мы их разошлем, чтобы вы могли уже установить себе приложение, и у вас даже останется еще до ОГЭ, в несколько дней, чтобы с ребятами его порешать. Я думаю, что вы легко найдете в ВКонтакте вот этот пост. Он сейчас там висит как закрепленная запись у нас. Им нужно просто поделиться и быть подписанным на нашу группу, потому что розыгрыш будет проводиться в нашей группе среди подписчиков. То есть вам нужно вступить в группу и поделиться этим постом. И, возможно, вы выиграете один из пяти кодов для бесплатной установки этого приложения. Здесь тоже шесть тестов ОГЭ. Можно это все тоже порешать. По ОГЭ приложение и для Android, и для iOS уже в продаже. То есть вы все тоже можете найти в интернет-магазине, если хотите ждать розыгрыша и понедельника. Ссылки, все наши полезные, здесь сейчас на слайде. Как получить сертификат и код для сертификата в чате? Что у нас по вопросам? На этом у меня все. Имеет ли право учитель в школе отказать учеников в подготовке к ЕГЭ, если он один из класса? Коллеги, я не знаю, к сожалению, ответ на этот вопрос. Но я не знаю именно в праве, имеет ли право отказаться. Потому что я, вот как и Наталья Леонидовна, я никогда не отказывалась, когда у меня даже был один ребенок из довольно большой группы, 17 человек. Это было не ЕГЭ, правда, а ОГЭ. Но так или иначе, все равно мне ставили факультативы, и я с ним одним занималась. Так что заниматься должен. И это если, да, особенно все эти часы подразумеваются. Плюс, как бы все равно, чем лучше ваш ученик сдаст экзамен, тем лучше вам будет потом. Потому что вы сможете все-таки использовать это себе, да, и показывать, что у вас хороший результат. Так, у кого нет кода? У всех есть код, коллеги. Код в чате. Копируйте код из чата. Ссылка прямая, вот где себе этот код вставить и получить сертификат, тоже в чате в этом же сообщении. Надеюсь, что у всех все скачается, а не как с видео, да, которое половина только воспроизвелось, а еще половина не открылась. Пожалуйста, коллеги, участвуйте в конкурсах. Я не знаю, будет ли такой конкурс по ЕГЭ на приложение, но, может быть, тоже будет, поэтому следите за обновлениями нашей группы в ВКонтакте. Для учителей Москвы, кстати, у нас там конкурс запущен. Я думаю, что вы его уже видели, да, для учителей Москвы конкурс по МЭШ, да, в Московской коллекционной школе, и конкурс для учащихся. Читаем вместе тоже. Вы можете посмотреть в ВКонтакте, он у нас описан, на English Teacher's у нас про этот конкурс все описано, так что зайдите, посмотрите. Спасибо большое, коллеги. На этом у меня все. Всего вам доброго. До новых встреч. Продолжение следует...